На карантин закроют Тарас. Режим начнет действовать с полуночи 7 апреля. Подробнее об ограничениях в областном центре расскажет Анастасия Сулейманова. Она на прямой связи со студией по телефону. Анастасия, приветствую вас. Какая работа началась в регионе? Расскажите. Марат, приветствую. Состоялся специальный брифинг, на котором как раз официально сообщили о закрытии Тараса на карантин. В связи с этим при Акимате создали оперативный штаб. Работать он будет в круглосуточном режиме. Известно, что в Жамбулской области большинство ограничительных мер уже действуют с 31 марта. А именно введен запрет на въезд и выезд всех видов автомобилей граждан на территорию региона и областного центра. Исключение составляет транзитный автотранспорт, а также автомобили с продовольственными товарами, лекарствами и производственными товарами для обеспечения бесперебойного функционирования промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Но все товары должны провозиться только по специальному разрешению, которое водителям можно будет получить в местном Акимате. С конца марта также приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов и цветочных павильонов. Продолжают работать продуктовые супермаркеты, аптеки, пункты торговли товарами первой необходимости, автозапчастями для сельхозтехники и кормов для животных. Жителям также запрещено посещать парки, скверы, детские игровые площадки и другие места отдыха. Не работают и все дошкольные учреждения. В городе также закрыты рестораны и кафе, но работать они могут только исключительно в режиме доставки еды с 10 утра до 22 часов вечера. Одно, отмечу из новых правил с введением карантина, это запрет на свободное передвижение людей и личного транспорта по территории Тараса. Передвигаться можно будет людям только на работу, обратно, но при наличии справки. Также горожане смогут выходить для покупки продуктов, лекарств и получения медицинской помощи. Ну и добавлю, что вот с полуночи 6 апреля начал действовать карантин уже и в Курдайском районе. Марат, у меня на этом к данному часу вся информация. Благодарю вас, Анастасия Сулейманова, сообщает из Тараза, где сегодня будет введен карантин. Продолжение следует... Продолжение следует...